Бросок! Выходит шайба в угол площадки. Вот выходит у нас Кучеров. И бежать, бежать. Получает шайбу. Давай, Никита, решай сам. Обыгрывай, старайся, не иди на них двоих. Зачем ты уходишь в угол? Бросок, Бразок справляется. Там получает травму чешский игрок. Но игра не остановлена. Бросок и гол. Бросок и гол. Изборная России после броска Григория Желдакова выходит в полуфинал. Выходит в полуфинал. Мы не дотерпели со шведами 30 секунд. А там лежит, получив травму, Кречи. По-моему, да, чешский игрок? Да, 12 номер Кречи. Даниэль Кречи. Претензии к арбитру со стороны Мразика. Почему игру не остановили? Ну, не счел нужным арбитра Желдаков. Расстрелял ворота Мразика. Посмотрите на Кречи. Считаю, что ему попали по лицу. Как не мучилась, а родила. Как не мучилась, а родила. Еще пару дней назад мы думали, что мы, да, практически от финала. Потому что, да, терпи со шведами, кто там у нас в соперниках. Вот какие соперники, господа. Давайте посмотрим, что же у нас все-таки было. И так вот Кучеров получает шайбу, входит в зону, бросает, попадает в сетку с внутренней стороны. Тут не видно ничего. А дальше Кучеров находит Желдакову пасом, и Гриша забивает этот гол. Свисток был быть только в том случае, если был удар... Да, посмотрите, Кучерова пошла вверх, и он попал по лицу, по-моему. Я не вижу, так сказать, попал, не попал. Вот на этом повторе не было видно, да? Но не сам же Кречи упал, с одной стороны. Нет, Кречи, конечно, безусловно, не сам упал. Вот. Свисток не должен был раздаваться, потому что шайба была по-прежнему у наших игроков. Если бы чехи коснулись шайбы тогда... Вот, давайте смотреть еще раз. Бросок Никита Кучерова. Уже в этот момент, ты видишь, Кречи валится на лед, а не потом. Коснись чехи шайбы, судья бы игру остановил, но шайба осталась у нас, и мы вышли в полуфинал. Ух, канадцы уже завтра. Мы сегодня выглядели вареными в концовке. Мы играли в три звена весь третий период, и мы сегодня нервные энергии отдали не меньше, чем со шведами. Вспомним прошлый год, Юр. Четвертьфинал прошлого года, полуфинал. Вспомним. Это я к тому, что, конечно, сборную поздравим мы сейчас Сергею Александровичем обязательно. И каждый из вас поздравит ее обязательно. Господа, если Путев в этот самый полуфинал оказался не таким простым, как мы сами, и мы тоже, Сереж, да, себе напридумывали, так это не только их вина, но отчасти и наши тоже. Ну, понятно, лучший игрок. Конечно, чем разы. А я тебе скажу, что и Василевский у нас сегодня ничем не хуже его сыграл. 38 бросков. Так, на минуточку. Я думаю, что Мразик вполне может быть признан лучшим вратарем этого турнира. А может быть даже самоценным. Желдаков, но победный гол забил Григорий, да. Представляющий московский Спартак. По-моему, публика, по-моему, недовольна. Требует, наверное, все-таки Василевского. Может быть, может быть. Но как бы там ни было, я думаю, что это утро раннее в Москве и довольно поздний уже по канадскому вечер получился таким же нервным, как и во время игры со шведами. Не меньше. Не меньше. Не меньше. Не меньше. Не меньше.